Сердце согрею, я не могу. 12-летняя первоуралочка Алена Богданова выступает на большом международном конкурсе в Москве. Волнение на тот момент зашкаливало, признается девочка. В жюри преподаватели Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Их оценка очень важна. Было выступать не очень сложно, но было волнение. И мне с этим волнением помогла справляться мама и мои преподаватели Наталья Валерьевна и Оксана Валерьевна. Спасибо им за это большое. В качестве группы поддержки с Аленой в Москву поехали ее мама и преподаватель детской школы искусств Наталья Рыженкова. Она аккомпанирует девочки. Заявиться решили сразу на два солидных международных конкурса. В жюри заслуженные деятели искусства – профессоры. Жюри, конечно, отметила довольно высокий профессиональный уровень подготовки. И вообще очень много было представлено эстрадного вокала, поэтому мы приятно отличались. Это действительно серьезное занятие и музыкальной грамотой, и сольфеджио, и все теоретические дисциплины. Алена блестяще исполнила сольные партии в номинации «Академическое пение». В родном Первоуральске кулачки за нее держала преподаватель по классу вокала Оксана Мутовкина. Педагог занимается с Аленой четвертый год подряд. Признается, уже на первом занятии услышала у своей ученицы золотой голос, которому оставалось лишь помочь развиться. Я считаю, что я разглядела Алену в свое время, когда она была еще совсем-совсем маленькая, вот, разглядела, что голос у нее очень красивый. Лирико-колоратурная сопрано, вот, связочки у нее берут высокие ноты, мы с ней распеваемся, дары третьей октаве совершенно свободны, для нее это не трудно. Сейчас поем, так сказать, произведения композиторов, классиков, то, что исполняют профессионалы. О том, что у девочки певческий дар, первыми заметили еще воспитатели в детском саду. Алена участвовала в многочисленных утренниках, где непременно исполняла песни, а уже в семь лет получила свою первую значимую награду. Первая наша награда появилась в далеком 2014 году на областном фестивале «Мир творим». И награду нам на этом фестивале вручил профессор нашей Екатеринбургской консерватории Николай Николаевич Голышев со словами «Если захочешь к нам поступать, милости просим». Пожалуй, тогда Наталья Богданова и задумалась о вокальном образовании дочки. Сегодня Алена строит большие планы. После окончания школы собирается поступать в знаменитую Гнесинку в Москве. И мама готова помочь дочке исполнить ее мечту. Юлия Данилова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.